Здравствуйте! Сегодня воскресенье, прекрасная погода. Решил вам показать, в каком состоянии находятся отводки на сегодняшнее число. Вот, взял обыкновенную семью, обыкновенный отводок, как и все я делал. Две рамки закрытого расплода на выходе, две рамки с пчелами ледовых и одну рамку пятую я ставил в сушь и туда налил воды, чтобы молодые пчелки могли пока временно пользоваться этой водой, потому что они не летают. Всего пять рамок. Значит, две расплода, закрытые на выходе, и две ледовых, и все это с пчелами. Из трех рамок стряхнули пчел, которые молодые остались, а летные перелетели в основную семью. В основном везде так. Эта семья делалась отводок из этой семьи 30 апреля. У нас есть вот такой вот пасечный журнал своеобразный. Вот здесь мы все записываем. Выход зимы, отводки какого числа. Здесь жена разбирается. Удаление маточников. Выход маточников. Ну и так далее, и так далее. Червление. Червление. Вот. Очень быстро и легко посмотреть. Значит, вот мы определили. Эта семья 30 апреля делалась отводок. Обыкновенная семья. Вот сейчас будем смотреть, что мы имеем. Эта семья, в каком она состоянии, так вот судим. И все семьи то же самое. Возьмем более сильную семью, которая делалась 29-я, допустим. И то посмотрим. Так, снимаем. Так, значит, мы сюда переставляли мед. Я уже это вам показывал. Значит, поэтому, где у нас стоят магазины, в отводках уже полностью скомплектованы 12 рам. Три последних из них медовых взяли из основной семьи. Это вот такая моя технология. Значит, вот сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, как там у нас дела. Мы еще, кстати, не смотрел я. Ну, я считаю, что у нас все идет по плану, как те годы. Не должно ничего родиться. Будем смотреть. До 10 июня они должны выдержать. До 10 июня мы маточек отсюда будем заключать в клеточки и опускать в клеточку туда. И маточка на 10 дней будет там, в отводке. Для чего это делается? Для того, чтобы семья не волновалась, носила мед, не строила маточники. А если кому-то не понравится такое состояние, когда маточка в клеточке, они будут строить маточник с тихой сменой, как говорится. Потому что маточка как бы не работающая. Вот это вот, где медовая рамка отсюда переносилась. Она там без расплода, эта рамка. Вот первую крайнюю рамку я вытянул. Я ее ставлю сюда. Вторая рамка. Ну, я буду вам показывать. Видите, вторая рамка тоже медовая. Чуть-чуть намечается, как будто что-то хотят тут место освободить, чтобы маточке дать работать. Так, здесь у нас овощину мы поставили, а эту, наверное, мы поставили рамку околорасплодной. Здесь уже расплод есть, видите. Строится овощинка. Вот и маточка ходит. Работает. Мисочка, кстати, там я видел мисочку. Ну, посмотрим. Так, здесь расплод ни мисочек, ни маточников я не вижу. Так, хорошо, дальше. Здесь расплод. Яйца открыты уже. Вот, кстати, мисочка. Сейчас посмотрим, что там. В этой мисочке я вижу уже яйцо. Яйцо, ну, можно вот видеть. Вот оно. В этой мисочке уже яйцо есть. Если это яйцо, значит, оно стоит. Значит, чтобы закрылся маточник, это яйцо, там 6, 10, 9-10 дней надо. То есть, мы успеваем. К 10-му мы все равно успеем. К 10-му мы успеем заключить маточку, то есть, она роиться не будет. Так, следующая рамка. Здесь, ну вот, по-моему, только началось у них. Они уже, как бы, видите, сколько расплода. Ну, там еще будет расплод. Вот здесь новая мисочка. Ну, я думаю, там тоже яйцо. А может и нет. Посмотрим. Нет, здесь нет. Ну, вот только началось. Вот первая мисочка с яйцом. Значит, уже пчелы, видите, на 12 рам уже им тесновато. Но мы не расширяем. Мы только заключаем. Здесь, видите, расплод открытый. Тут уже закрывают. Кстати, это все ващины. Вот мы ставили это ващину. Вот, ващина. Вот они отстраивают. Видите, это тоже ващина строили. Так? Где-то я показывал вам. Вот это тоже ващина. Мы ставим ващину, чтобы они строили. Так, следующая. Вот тоже ващина. Видите, рамки. Так, здесь у нас ничего не видно. Маточника не видать. Ну, вот пока. Если бы была плохая погода, допустим, там с перспективой, то тут бы маточник вот тоже. Ну, там что-то мисочка. Вот я вижу. мисочки. Ну, то есть, уже вот тоже мисочка. Можно посмотреть. Но яйца нет. Так, яйца нет. Яйца нет. Ну, здесь пока нет. Вот там положили первое яйцо, наверное. Так, что у нас тут? Здесь у нас не вижу. Маточников я не вижу. Тихо сидят. Так. Тихо сидят, как пришибленные. Здесь, с этой стороны. А, тут вот мисочка. Есть мисочка. Сейчас посмотрим. Яйца нет. Тут мисочка. Яйца нет. Ну, вот пока одно яйцо там. Ну, я думаю, здесь нет. Нету. Так. Ну, вот эти рамки темные. Это вот я, когда отводок делал, вот все темные, где светленькие рамки отстроены, это я подставлял ващину. То есть, нужно ставить ващину, чтобы семья не роилась, работала над ващину ставить. период начала мая, когда цветет одуванчик, вот самый такой ива цветет, одуванчик, сады. Тут я тоже ничего не вижу. Тут вообще ничего. Ну, вот мисочка, ну, маловероятно, это маленькая мисочка. Ну, вот, видите, какое состояние. Значит, все рамки темные, это когда я делал отводок, я подставлял из этой семьи с расплодом. вот три рамки. Четвертая там где-то, а это я ващину подставлял, они строили. Вот, то есть, я ставлю ващину для того, чтобы она не роилась. Пчелы работали. Ну, учитывая, что вот отводки довольно уже серьезные, выросли вот до такого состояния и расплода там много, то к 10 июня, если этот выйдет расплод, конечно, они уже все не выдержат. Или им нужно расширять их, ставить второй такой корпус, расширять. Но мы это не делаем, мы заключаем маточку-клеточку. Такая у нас технология. То есть, они у меня выдерживают. До 10 выдержат, как я говорил. Ну, вот эта рамка, наверное, из первых темненькая. Это так, сейчас посмотрим. А, здесь я, где-то мисочка была. Мисочка была. Вот она, мисочка. Сейчас мы посмотрим, что там. Вот на светлых рамках редко такое бывает. Нет, кстати, ничего не вижу. Вот строят мисочку. Отстроили, но там ничего нет. Ни молочка, ни яйца, ничего нет. Кстати, тут матка, надо осторожно. Где-то бегает. маточка где-то. Или она бы уже перешла. Уже на другую рамку перешла. Мы открыли. Не видно. Ну, наверное, перешла. Ну, вот. Значит, так. Вот понятие. Теперь уже представление имеется, что у меня в отводках делается. Вот такой отводок с таким количеством расплода. Это хороший отводок. Если его потом заключить маточку-клеточку, через 10 дней весь расплод, который был открытый, он уже будет закрытый. То есть, пчелы перейдут уже на сбор нектара. Они не будут заниматься расплодом. Выкармливать его. Маточку мы потом уже или отдаем, продаем. Это вот хорошая маточка, которой можно мы ее продать. Ну, если не будет покупателей, значит, мы ее так уничтожаем, пропадает она. Эти самые такие семьи. Вот сколько выйдет потом пчелок, когда мы эту отводок поставим. Здесь еще будет второй магазин стоять. И это потом поставим наверх через решетку. И вот этот отводок молодые пчелки уже будут помогать. Молоденькой маточке туда перейдут. А старые пчелы, они будут придерживаться своего литка и своего корпуса. Вот они будут работать на эти рамки, на свой корпус, на свою семью, они будут собирать сюда мед. А молодые пчелки, они примутся и пчелами нижней семьи с молодой маточкой переходить будут. То есть, никакой вражды, драки между пчелами нет. Так, ну вот, эту я показал семью. Сейчас я покажу немножко семью, которая сделана, это 30-е, которая сделана 29-го. Ну вот, эта семья, как видите, довольно сильная, но она выдержит до 10-го, до 10-го июня она выдержит. Все с ней будет хорошо. Так, ну вот, семья, которую мы посмотрели, вот эта семья, которая сделана, обводок сделан 29-го апреля. Ну, сейчас мы ее посмотрим, в каком она с вами, немножко раньше. Семья неплохая. Посмотрим, сейчас, в каком состоянии этот обводок. Так, планочки потом будут убираться. Пока они стоят тут, планочки, мы делали отводок с планочками, так, пчелкам теплее сверху, они запрополисуют их. А потом, когда будем уже, будет сборная такая семья, медовик, с отводком, тогда это все убирается. И здесь планочки все убираются, все будет свободно переходиться. Планочки, этот вот прополис на планочках, потом очищается, довольно много прополиса, а прополис дорогой. Поэтому все рационально здесь у меня. Так, ну, то же самое я рассказываю, что вот три рамки мы переставили сюда. Вот видите, сколько пчел, довольно пчел много, учитывая, что днем они в полете, вот они значит, носят мед там, если было недостаточно, они здесь уже мед прикрыт. Вот я говорил, что отсюда мед мы переставили сюда, потом, когда мы переставим отводок наверх, это же мед, это сохранится. Вот, они его допечатают, и те рамки, где был расплод, наносят туда, и получается этот корпус полностью медовый. Магазины мы откачиваем в конце июня, но они откачиваются потом еще там, в августе, когда уже медовый спас откачивается, и кроме двух магазинов мы ставим наверх еще третий, если это необходимо. То есть, вот почему мед собирается, и его много. Так, ну вот, это тоже рамка из медовых. Из медовых рамок из этой семьи. Так, мы его отставляем в сторонку. Так, вот то же самое, я уже не помню, как ее тут ставили, тоже вот ващина отстроена. Ну, наверное, я так ставил, чтобы около расплода была ващина. Здесь, ну, еще яиц нету. Может, с этой стороны. нет, пока нету, маточка еще не зашла. Ну, еще время есть, она зайдет. Вот, значит, уже будет, на этой уже будет расплод. Здесь уже есть, если я поставил ващину, прилипли. Вот здесь, видите, уже расплод. Это, я поставил вот это, рамки ващину, поэтому они хорошо строят. Да, мы, кстати, смотрим, смотрим, наличие мисочек, и маточнику. видите, уже что-то тут есть. ну, тоже ситуация, так же, как и там. Сейчас посмотрим, что тут делается. А здесь уже, видите, так, а где же яйцо тут? А, сожрали. Было яйцо и личиночка, но это все, видите, значит, вышло, как бы не захотели и убрали это все. И личинку убрали. Вот здесь мисочки. Что здесь у нас? Так, смотрим, пока ничего не... А, вот яйцо. Я вижу яйцо. И там яйцо. Ну, вот здесь есть. Тут убрали. Почему-то здесь убрали. Ну, вот уже, видите, ложат яйца. Сильная семья. Отводок довольно сильный. Так, что я тут вижу? Борьбы с трутневым расплодом я не веду. Почему? Видите, как хорошо лежит трутневый расплод. В середине расплод пчелины, видите, а трутневый охраняет этот пчелиный расплод. Он первый удар холода каких-то неприятных для пчел. положений принимает на себя. Вот он по периметру. Понимаете? Ну, и сами по себе трутни, они приносят пользу семье. Они играют положительную роль. И с ним бороться это бесполезно. Кто начинает бороться с трутнями, это плохой пчеловод. Не нужно этим заниматься. Ну, вот это башенка поставлена. Видите, сколько расплода. Вот выйдет расплод этот. Сколько будет пчелок. Если начнет выходить, уже, конечно, семья уже точно начнет раиться. Тем более, у меня Карпатка. Так, смотрим тут. Ну, тоже вот мисочки. Видите, уже мисочки. Строят мисочки. И там, и сям уже яйцо лежит. Могут яйцо, вот они могут так сделать. Яйцо положить, молочком залить, а потом все-то убрать. Понимаете, вот что-то есть взяток. Они работают и могут убрать это. Ну, если что-то им что-то им я не знаю, как сказать, не понравится. Они могут резко строить маточники, отроиться. Ну, вот, здесь тоже смотрим. Ну, здесь я не вижу мисочек. Вот, рамки, видите, рамки с расплодом, вот этот расплод, если выйдет сильный, здесь сильная семья, мне пришлось поставить по полоске, ну, побоялся я, что с клещом будут потом неприятности, пришлось поставить и сюда по полоске. по полоске. Так, здесь у нас мисочки, видите, мисочки, 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 вот они строят, нет, тут вот, мисочки, уже темненькая рамка, это от семьи. Ну, видите, так, ну, там медовая рамка, здесь у нас тоже ситуация, видите, какая, начали мисочки строить, я говорю, что во всяком случае у нас по плану до 10 июня заключить, значит, по всей, тут, по всем признакам, если где слабее семья, конечно, там уже и мисочек пока не будет, и вот это в сильных семьях, где много пчел, ну, надо еще найти слабую семью, у нас примерно вот так все семьи, такие вот одинаковые, там, где стоят, там, где стоят магазины, вот они полные, там, где не стоят магазины, то есть там мы еще там еще как бы маточка не работает, то есть мы еще не нашли, есть такие вот семьи, обратите, что есть, где стоят, стоят без магазина, то есть там еще мы не решили, как маточка работает, что там делать, где уже маточка заработала, там все, ставим магазин, ставим от воротозы полоску, переносим мед, есть такие семьи у нас, вот, как вот эта семья одиночные стоят без отводков, это уже мы сделали отводки от хороших семей, вот, это отводки от хороших семей, сейчас мы, я могу даже показать эти отводки, один какой-нибудь отводок, и какой они силу, ну, буквально недавно мы сделали эти отводки, какие они силы имеют, так, ну вот, я больше показывать не буду, поверьте, что вот такое состояние семей всех, где стоят магазины, то есть мы перенесли мед, я уже повторяюсь по несколько раз, чтобы, ну, как-то пчеловодам запомнить это, потому что я знаю в своей практике, бывает так, в одно ухо вылетает, в второе вылетает, поэтому приходится по несколько раз говорить, чтобы как-то дошло, так, ну, вот с этим, я думаю, пчеловодам будет понятно, если что не понятно, ну, пишите в комментариях, пишите в комментариях, буду объяснять, так, ну, быстренько я вам покажу, допустим, это подходит, от лучших семей мы каждый год делаем, мы еще будем делать, кстати, вот еще будем делать, еще не поздно, можно в июне делать, ух ты, открыто у нас, сейчас посмотрим, открыто, без планочек, посмотрел, вот те отводки, уже давно их не смотрел, все некогда, сейчас посмотрим, наносили миоду, сколько, чудо, я их не смотрел, о, смотрите, миоду наносили, это отводки ставил я сюда, сюда сушь, полностью, укомплектовал полностью, потому что это не весна, не холодно, потепло сейчас, отводки я уже не на две рамки, это для того, чтобы они в зиму пошли, здесь отводки сделал хорошие, это вот ваша шина, поставлено, уже яйца, с тетями мы брали с нуклеуса маточки, маточек брали с нуклеуса, вот ваш шина, я вот давно не смотрел, и мне довольно неплохо, нравится, вот уже, все хорошо, мед носит, сюда на отводки поставлю магазины, они и меда принесут, ну, я думаю, дальше смотреть не надо, вот они полностью, как обычно, сюда чел стряхиваю, 3-4 рамки расплода на выходе, поэтому они довольно сильные, цепление есть, так, хорошо, ну вот, эти будут семьи очень хорошие, от хороших семей сделано, так, что я еще хотел что-то показать, ну, по-моему, все, привес, вчера был на весах, привес полтора килограмма, вот, пока идет такой привес, контрольная улья и показывает, ну, полтора килограмма, вот сегодня, что покажет, не скашиваю, пока не скашиваю, как вы знаете, почему я не скашиваю, пока все семьи, маточки не облетятся, не будут сеять, я скашивать не скашиваю, там скосил, около дома, огород, где там все, поскашил, так далековато, а вот саму пасеку, потом скашу, когда все, порядок на пасеке будет, тогда я буду косить мело, ну, пока, пока тоже, ну, вот тоже отводок, так у меня столько, раз, два, три, четыре, пять, шесть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь отводка, там, где нет, сзади отводка, это вот, я делал отводки, вот, от хороших семей, я каждый год так делаю, а осенью, потом плохие семьи, которые остаются, плохо дали меда, я их убираю, не жалею, а там где отводки, вот, вот, не соединены, шесть, есть маточка, на что она способна, ну, вот, все, до свидания, ставьте лайк, как обычно, подписывайтесь, в общем, буду технологию вам рассказывать, будет интересно, будет интересно, по моей технологии, много меда можно получить, очень рационально работать, но надо просто работать, много работы, я согласен, работы много с пчелами, но имея 150 семей, одному можно справиться, иметь подружку, которая будет носить дымарь, помогать, вот, составлять такой список, и все будет хорошо, и будете с медом, до свидания, до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok